Предлагаю вам короткую версию, короткий фрагмент из видео маршрута Москва-Мурмас по годам Владивосток-Край Москва. Вот как я попал в снежный плен. Это 44 день движения за Байкалье. С правой стороны Байкаль по ходу движения недалеко метров 500, может быть километра максимум, не больше километра. Стартовал, было пасмурно, во время движения пошел мелкий дождь, потом сильнее, потом снег с дождем. В итоге пошел густой снег, завалил дорогу, древе. Двигаться было крайне сложно, если учесть то, что у меня была летняя резина. Двигался с максимальной осторожностью. Такой ситуации я опасался на перевале Фезуральские горы, потому что было бы крайне тяжело. И если бы это было на Урале, то я бы наверное поехал во въезд через Тюмень. Но вот эта вот оказия произошла со мной в Иркутской области. Двигаюсь уже в обратном направлении, на восток, а сейчас движение в сторону Листвянки. Трасса Р-258. То есть погода меняется довольно-таки быстро. Да, картинка красивая. Снег, все это. Но напрягает то, что у меня летняя резина. Это конечно неприятность. Повторяю, что двигаться очень сложно, скользко. Уже временами чувствуется. Немного забегая вперед скажу, что начинается подъем. И на подъеме оставалось примерно метров 150-200. Я не доехал. С правой стороны были припаркованы фуры, дальнобойщики. Все стояли на аварийке. Я увидел, что левая полоса, встречная, свободна и поэтому двинулся по ней. И буквально 150-200 метров не хватило мне до вершины, чтобы перевалить через этот подъем. Как я увидел, что на встречной полосе, по которой двигался, стоит фура, включена аварийка. И чтобы не усугублять ситуацию, обстановку, я решил припарковаться с правой стороны на своей полосе. Вот. И это была та точка, в тот момент, когда нельзя было останавливаться. Резина моментально остыла. Двигаться можно было только за этим ходом. Ну, плен длился недолго. Довольно-таки быстро прибыли дорожники. Очистили левую полосу от снега, посыпали крошкой. Толкнули слегка автомобиль. Ну, вот ситуация очень неприятная, которая может случиться с каждым. Потому что погода может резко меняться, особенно в горной местности. Ну, вот, говоря, я схожу возле машины. Вот с правой стороны перегонщики ребята. У них зимняя резина. Они подходили ко мне. А чего это остановился? Так хорошо, говорит, шел. Я говорю, ну, вон вверху стоит фура на аварийке. Вот. Ну, вот слегка. Я побуксовал. Максимально принял вправо. И остался дожидать. Дожидаться помощи. Многую полную версию. Более подробную вы сможете посмотреть. Я не знаю, какая будет серия. На 44 день. Но не ниже 450. Ну, наверное, около 500 серии. Наверное, так будет это. Ну, всего удачи вам. �урово. Смотрите. Поехали.